Кто-то выбирает депозиты, ценные бумаги и криптовалюты. Мы выбираем недвижимость. Я Павел Демидович и это частная собственность программа, в которой обсуждаем инвестиции в квадратные метры. Чем отличается рынок недвижимости новой Москвы и Московской области? Куда лучше инвестировать и где удастся больше заработать? 10 лет назад Москва стала больше в 2,4 раза. Административные границы столицы расширились на 1480 квадратных километров за счет Подмосковья. Соперничество двух этих старых конкурентов получило новый импульс. На рынке недвижимости в том числе обсуждаем происходящее с Игнатом Бушухиным. Игнат, привет. Приветствую. И сегодня у нас в гостях Олег Репченко, руководитель аналитического центра индикатора рынка недвижимости rn.ru. Олег, добрый день. Добрый день. Когда говоришь Подмосковье, Новая Москва, я думаю, для тех, кто живет не в регионе, в принципе, это суть одно и то же. Вот что такое Новая Москва? И то, и то за МКАДом. Да, где-то, где-то там. А для людей, которые живут в Сибири, это все Москва. В общем, принцип такой. Чем ближе к МКАДу, тем цены на жилье и там, и там, и в Новой Москве, и в Подмосковье, тем выше. Чем дальше, тем, соответственно, ниже. Поэтому Подмосковье делится на три категории. В Примкаде это города-спутники, это Кхимки, Одинцово, Красногорск, Балашиха. Средний уровень чуть дальше. И дальняя-дальняя совсем Подмосковье. Но это прямо уже глубинка. А Новая Москва? А это то, что... Четвертая область Подмосковья. Это четвертая территория Подмосковья. И вот где тогда проходят ее границы? Административная граница Новой Москвы? Ну, на самом деле, как бы, с появлением Новой Москвы, разница между Москвой и Подмосковьем стала еще меньше. И с каждым годом эта разница стирается все больше. А вот мы, как аналитики, вообще делим московский регион вот внутри МКАДа и за МКАДом. И, конечно, сейчас выделяется Новая Москва как такая отдельная территория, по ней там проводятся аналитики, считается средняя цена. Но, в принципе, как бы разницы с Подмосковьем относительно немного. Больше это разница и рациональная, имиджевая, вот такая сформированная пиаром, если можно так сказать. А, вот, Игнат, ты можешь согласиться? Я, когда смотрю на ценник, то дома, находящиеся на разных сторонах одного шоссе и административно входящие либо в область, либо в Москву, цена квадратного метра там разная. Ну, нет, с Новой Москвой может сравниться в Подмосковье Химки, безусловно, Красногорск, частично Одинцово, вот все, что расположено, скажем так, на Западе. Но Новая Москва, она тоже разная, допустим. Коммунарка, дорогой город, Троицк уже подешевле. А вот все, что за Троицком, ближе к Калужской области, ну, там вообще стоимость квадратного метра... Не, ну, то, что... Там и нет ничего, по большому счету. По сути, да, там только загородное ИЖС, жилье, там нет многоквартирного строительства. Да, 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 тачи, но не многоквартирного строительства. Что касается ценовой динамики, вот, Олег, есть ли какая-то разница в динамике цен в Новой Москве и в ближайшем Подмосковье? Теперь вопрос особенно интересен, поскольку последние несколько месяцев неоднозначный процесс это происходит. Разница в динамике цен есть, но, как я уже отметил, на мой взгляд, она больше иррациональная. А Новая Москва дорожала быстрее, чем Подмосковье, если брать вот последние годы. Отчасти этому были объективные причины, это проведение туда метро. Но, с другой стороны, если брать Подмосковье вот именно не дальнее, а вот примыкающее к Москве, то вроде как и туда тоже метро проводят. Если не метро, то МЦД. Поэтому самое главное, что для замкадных территорий важно эта транспортная доступность, она развивается как бы как в Новой Москве, так и в Подмосковье. Но, тем не менее, Новая Москва дорожала больше, в результате, что мы получили, что она и больше перегрета по ценам. Есть ли прямо сейчас падение и в Москве, и в Подмосковье? Вот по Сберклик я посмотрел. Падение есть, мы с тобой обсуждали, это вторичный рынок там. На 0,1, на 0,5 процента, но это есть. Надо принципиально разделять два рынка, новостройки и вторичка. В новостройках падения почти нет, и связано это с хитрыми схемами кредитования. Застройщики пошли по пути сведения процента по ипотеке вообще к нулю, и это позволяет удерживать цены. Поэтому как бы цены не падают, но это вот такой хитрый прием. Если же брать вторичку, то по нашим индексам цены снижаются везде, и в Старой Москве, и в Новой Москве, и в Подмосковье. Но в Подмосковье более устойчиво, там снижение цен меньше, по той причине, что оно меньше перегрето. Где цены выше забрались за вот прежние годы, когда был рост цен, там, соответственно, у них и больше потенциал и снижение. Олег, вы говорите о том, что у застройщиков есть ряд с тем, который позволяет удерживать цены пока? Я думаю, что пока, потому что все больше даже на первичном рынке появляется скидок и спецпредложений. И в целом, как бы, ситуация очень сильно развернулась за последние полгода. Если в ковидный кризис, наоборот, как бы, экономика накачивалась деньгами и недвижимость дорожала, то сейчас мы видим, что, как бы, происходят иные процессы. И вот те цены, которые сложились на рынке жилья в прежние годы, они становятся просто неактуальными. Сейчас рынок очень сильно затоваривается и на первичке, и на вторичке. Много людей, которые по разным причинам хотят продать. А тех, кто хочет и может купить, их крайне мало, потому что основной инструмент покупки – это ипотека. В ипотеку люди готовы влезать, когда есть, как бы, стабильность понятий перспектив. Сейчас, как мы знаем, страна находится в состоянии очень большой неопределенности, и вряд ли кто-то может, там, как-то предвидеть свое будущее через, там, год-два-три. А, соответственно, все это бьет по спросу, по его платежеспособности. И я думаю, что тренд на снижение стоимости жилья, первички и вторички, он будет только усиливаться. Очень интересная тенденция. Игнат, вернемся к ней после нашего практикума. Околомосковские инвестиции протестировала наша коллега Александра Панфилова. Саша, привет! Всем привет! Есть два классических способа заработать на недвижимости. Первый – это купить жилье и перепродать его, как только оно подорожает. И второй – покупка жилья и сдача его в аренду. Разберемся сначала с первым. Хочу сегодня сделать акцент на локации. В апреле аналитики ЦИАНа посмотрели, в каких районах Московской области рост цены был в последнее время наиболее стремительный. На первом месте – Щелково. Сам квадрат на первичном рынке за год подорожал на 89%. Второе место занимает Домодедово с ростом цены на 64%. Из плюсов, во-первых, экология. Город практически со всех сторон окружен лесопарковой зоной. Во-вторых, Домодедово активно строится и расширяется. Ну и в-третьих, хорошая транспортная доступность. Рядом две трассы – скоростная М4 и бесплатное Каширское шоссе. Домкада – 16 километров, плюс железная дорога. Замыкает тройку лидеров Солнечногорск с ростом на 56%. При этом медленнее всего недвижимость дорожает в Балашихе, Видном и Королеве. Плюс покупка жилья в этих городах обойдется недешево. Но сейчас на рынке недвижимости стагнация. Цены на жилье падают, а значит, заработать на перепродаже в ближайшее время не получится. Поэтому время оценить вторую классическую схему заработка на недвижимости – купить и сдать в аренду. Средний срок окупаемости при такой схеме – 18 лет. Быстрее всего отбить инвестиции получится в Химках за 14 лет. Причин две. Первая – это большие зарплаты. Вторая – высокие ставки аренды – почти 36 тысяч рублей. Сами квартиры в среднем стоят 5,8 миллиона. Доходность составит 7,4%. Из плюсов Химок – хорошо развитая инфраструктура, транспортная доступность на высоте и к Москве близко. Настолько близко, что споры о присоединении Химок к столице ведутся уже не первый год. Москва же периодически присоединяет к себе части территории Химок. Разумеется, квартиры, расположенные в этих осчастливленных районах, сразу растут в цене. Но вернемся к рейтингу. На втором месте – Богородский городской округ с административным центром в Ногинске. Причина высокой позиции простая – там практически самая низкая стоимость жилья в области. Квартиры в среднем стоят меньше 4 миллионов рублей, а окупаться в такие квадратные метры будут лет 15. На третьем месте снова Солнечногорск и снова благодаря недорогому жилью, который в среднем стоит меньше 5 миллионов рублей. Окупация за 16 лет, доходность 6,2 годовых. Такие же показатели умытищ. Правда, жилье там стоит на миллион дороже. Да, от идеи провести туда метро периодически отказываются, мол, линия и так перегружена. Лучше развивать жизнедорожное сообщение. Зато новые проекты вводятся очень активно, есть из чего выбрать. Где недвижимость в целях стать успешным рансье, покупать точно не стоит. Щелково, Королеве и, как не грустно мне это сообщать, в моем родном Нарфаминске. Зато совсем рядом с Нарфаминском начинается уже новая Москва. А это другой административный статус и другие бюджеты. Все 10 лет, что Новая Москва в своем статусе существует, я своими глазами наблюдала очень заметные изменения. Как в ценах на жилье, так и в облике района. До 1935 года только на развитие инфраструктуры в Новой Москве планируют потратить около 340 миллиардов рублей. По столичному генплану жителей к этому же году будет насчитываться уже полтора миллиона. Неудивительно, что пятая часть всех сделок с недвижимостью в Новой Москве происходит в инвестиционных целях. Ну вот такие локации для околомосковских инвестиций, Паш, мне удалось определить. Саша, большое спасибо. Игнат, ну как тебе локации Химки? Так, что у нас на втором месте? Ногинск, Солнечногорск. Ну вот Ногинск, Солнечногорск для меня удивительно. А Химки традиционно всегда была на первом-втором месте. Делила с Красногорсками, содинцовывает всегда это место. Что касается восточных направлений Подмосковья, там актуально сейчас в связи со строительством Южно-Латкаринской автодороги, вот это вот направление, разгрузить немножко Балашиху, Железнодорожную и так далее, возможно, это имеет перспективы для инвесторов в этой локации. Что касается цен, докуда они могут падать? Ну у нас сколько новостройки? 300 тысяч строят в Москве. Просто чтобы подумать, себестоимость строительства у нас 90 тысяч рублей. Вот и считайте. Ну, то есть ниже 90 тысяч за метр они упадут? Ну плюс земля. Понятно, что ниже, нет? Нет, на самом деле здесь, я бы проще рассуждал, был очень серьезный рост цен за минувшие два года ковидного кризиса. Просто на ажиотаже, просто на страхе. Да, в московском регионе цены выросли на 50-70%, даже там до 100% в некоторых локациях. Я помню, такое было в шестом году, в седьмом, кажется. Тогда это было, но это было давно. За 2020-2021 год произошел рост цен в полтора-два раза, причем, если разбираться в его причинах, он во многом был искусственно связан с перекосами в экономике. Слишком дешевое кредитование, слишком чрезмерные меры поддержки рынка недвижимости со стороны льготных кредитов и так далее. При этом реальные доходы населения не росли, экономика не росла. И можно сказать, что вот этот прирост, он как бы, он сложился, но он не обоснован, под ним нет фундаментальных обоснований. Поэтому мы можем наблюдать в перспективе ближайшего года просто откат цен назад на уровень начала 2020 года. Минус? Это минус 20-30%. Более того, отчасти он уже случился. Это шокирующий прогноз, мне кажется. Если брать вторичку, то средний размер дисконта, который сейчас имеет место, это 15%. От 10 до 20%. Один из застройщиков в Москве объявил то, что снижает цены на 30%. Это вызвало шок у профессиональной среды. Говорят, что компания хоронит себя, но не знаю, посмотрим. Возможно, это первая ласточка. Просто как бы надо понимать, что шокирующее снижение на 30% это просто возвращение к тому уровню, который был всего два года назад. То есть это как бы, как сказали финансовые аналитики, такая умеренная коррекция к предыдущему росту. У нас просто таких коррекций было мало на московском рынке. Почему? Каждый кризис появлялся застройщик, который ломал текущие цены образования и скидывал чуть ли не 50% к существующей цене и в итоге выигрывал. Так, ближнее Подмосковье или все же дальняя Москва? На чем остановить свой выбор? Спросим у Ирины Доброхотовой, управляющего партнера платформы Домбук, председателя совета директоров Бест Новострои. Ирина, вот с вашей точки зрения, чем покупка актива в Новой Москве, в Дальней Москве или в Ближнем Подмосковье отличается? Какая разница в цене, какие там сейчас дисконты? Смотрите, во-первых, мне хотелось бы сказать, что у нас выросло, по сомнению даже с Москвой, это все, что не замкадом, а внутри, больше Подмосковья и Новая Москва. Если посмотреть, то Новая Москва выросла на 38%, это прошло всего 7 месяцев, а Подмосковье на 46%. И мне кажется, здесь, если мы говорим четко об инвестициях, да, вот как был задан вопрос, куда людям сейчас, которых на самом деле много денег, которые не знают, и ваша передача тоже склонна к тому, что мы сняли с банковских счетов, и у нас на руках рубли. И на руках мы знаем усилия, и это немало. И как только вот немножко с мобилизации первая остановилась, пошел спрос, большой спрос, опять растет, и мы видим, например, что октябрь... То есть вы видите разворот спроса после 17 октября, когда было заявлено о том, что частичная мобилизация в Москве закончилась? Да, да. И у нас, по крайней мере, об этом говорят звонки, да. И понимаем, что застройщики начинают говорить о том, что они выведут новые очереди и даже новые проекты. Мы видели в Подмосковье за этот год было выведено 38 проектов. И смотрите, вот что происходит сейчас. Сейчас нужно на новостройки смотреть. Очень тоже интересно. Раньше мы все бежали, покупали на пресс-сейла. Вот если посмотреть, выведено в Новой Москве 8 проектов за этот год, 36 проектов в Подмосковье, то цена даже превышает существующие проекты, которые, например, сдаются в следующем году. Это на пресс-сейла. Почему так делается? Вы уже частично затронули этот вопрос. Скорее всего, ипотека, чтобы сделать вот эту закрытую скидку, как бы поднять на 20%. Многие продаем, мы знаем, по 0,1%. И в конце концов, для потребителя важно, сколько в месяц он будет выплачивать такой вот этот взнот. Но вот опять же нужно сейчас разделить, что мы на старте продаж. Если на старте продаж, то есть некоторые проекты, которые я все-таки рекомендую вкладываться. Вот Олег сказал, что он видит 30% понижения там за год. Давайте не забывать, никто не сказал о инфляции. Она никуда не делась. Сейчас мы видим, что инфляция может быть во всех валютах, понимаете? И не только в рублевой. И как бы мы это говорили в 2020 году, когда все начиналось, видите, как скакануло. Мне кажется, отыграет, но я бы так скромно говорила, 10%. А те застройщики, которые, вот Игнат говорит, что кто депенгул, тот депенганул, тот выиграл, да? Может быть. Но у застройщиков запас прочности очень высокий. Они могут полгода, не снижая цен, стоять и торговать вот то, что продается. И я здесь хотела бы сказать Койлайфа, который, ну, всегда даю, вот где же можно завтра выйти, инвестировать и заработать. Интересно? Я могу назвать конкретно, это Красногорский район, который тут не звучал. Если посмотреть и понимать, что стартануты, какие прекрасные очереди, я не буду называть, рекламировать, но какие прекрасные очереди стартануты, прекрасных проектов и по какой цене, то вот здесь мы, например, и наши все клиенты ждем с деньгами, которые, опять же, мы не знаем многие куда девать, то ли в Дубай, то ли в Турции. Ну, конечно же, в наше квадратное московское время, потому что именно там уже в Дубае все перегрето. Понимаете? А у нас можно договориться о нормальном входе и вообще найти готовые объекты в Подмосковье и Новом Москве, которые будут приносить больше летабельности годовых, чем в Дубае. Спасибо, Ирина. Вот, Олег, Ирина предлагает мериться температурой сковородки. Чья сковородка пожарче, дубайская либо красногорская? Что думаете? Ну, конечно, красногорская ближе к телу, потому что я думаю, что в Дубаях очень много неизвестных нам рисков, что там со стороны только кажется все очень привлекательно. Ну и там порог входа тоже. Там как бы были кризисы, когда дубайская недвижимость падала в цене раза в два. То есть надо понимать, что нет панацеи и где-то за рубежом это не означает, что это вот обязательно спасение. За рубежи, безусловно, не панацея, но вот нашим зрителям, наверное, Олег, хотелось бы понять, сейчас хорошая точка для входа на рынок, либо дождемся хотя бы там нового года, не будем говорить уже про лето 2023. Давайте некоторые тезисы. Тезис первый, что чем ближе недвижимость к народу, тем больше у нее перспектив вырасти в цене или как минимум не упасть. Чем более массовый сегмент. Да, то есть когда речь идет, допустим, о Подмосковье, о Красногорске, то есть хорошие локации в Подмосковье, они будут наиболее устойчивы, наиболее востребованы, если не перепродать с прибылью там в ближайшее время, то как минимум там сдавать в аренду, как бы если не заработать, то сохранить. Давайте это так сформулируем. Это первое. Второе, очень многое зависит от конкретного объекта, потому что и у застройщиков есть хорошее предложение с большими скидками, а есть наоборот, где скидок не дают и цена явно завышена. На вторичке аналогично. Кто-то выставил квартиру выше всех и не хочет снижаться, кто-то наоборот готов серьезно торговаться, потому что там решил куда-то переехать и так далее. То есть многое зависит от конкретного объекта, от цены входа. Рынок очень мозаичный и сейчас как бы если обычно на рынке, ну там условно вот такой разброс цен там, как бы кто-то подороже, кто-то подешевле, то сейчас вот он... Диапазон гораздо шире стал. И, соответственно, как бы можно действительно найти интересные для инвестиций объекты. Вот, поэтому я бы не сказал, что там надо бежать покупать не глядя, но надо мониторить рынок, смотреть, искать. И, Игнат, вот тезис, который Олег озвучивает, с твоей точки зрения, перегретость новой Москвы по сравнению с Подмосковьем, носит психологический характер? Либо здесь есть некие рациональные составляющие? Нет, но в Москву действительно было вложено очень много средств от города в виде городских инвестиций в развитие инфраструктуры. Там каждая новая станция метро, она прибавляла плюс 30% в стоимости... Тезис понятен. Когда мы смотрим тогда на ситуацию... В Москве такого нету. Ну вот мы смотрим на ситуацию сейчас, в текущий момент. Есть ли принципиальная разница в выборе активов в Подмосковье ближайшем или в Новой Москве? Психология, в чем заключаются покупки в Москве, в Новой Москве? То, что у тебя прописка столицы, да? Что у тебя... Но когда этой психологией руководствуются сотни тысяч людей, это рынок. Это самое главное вот для тех людей, которые покупают квадратные метры. Новая Москва, Подмосковье может выиграть в этой гонке только если предложат конкурентную цену, очень низкую цену, как это было с 2008 по 2014 год. Тогда спрос был сконцентрирован именно на массовом жилье, и он был востребован в Подмосковье. Туда, там люди покупали массовое жилье. Потом был, по-моему, мораторий в Балашихе и все такое. И появилось доступное предложение в Москве, и тогда вот этот спрос перемстился в Москву. Сейчас Подмосковье может предложить эту цену? Ты ее видишь? Нет, пока нет. Я не вижу больших крупных проектов, которые притягивали как пылесосы раньше и были очень классные. Какие-то есть текущие стройки, но вот какой-то такой яркой звезды, как мне кажется, нет. Может быть драйвером роста ИЖС, потому что готовится около 4 миллионов квадратных метров жилья от крупных застройщиков. Но это отдельный большой разговор. А Ирина там, Ирина что-то хочет сказать? Ирина? Ну, конечно же, есть. И мы уже назвали, да, эти проекты. Вот смотрите, в Подмосковье где-то 5-6 миллионов стартовая цена, а в Москве получается у нас 15 миллионов, а в Новой Москве 10-12 миллионов. Есть разница? Почти в два раза. Естественно, но нужно около брать такие города, которые приближены очень к Москве. Там разницы вообще какой нет. Но в Подмосковье сегодня строят очень мало, даже в Краснодаре и то больше строят. Раньше строили, в Подмосковье было номером один по объему жилищного строительства. Сегодня это даже в тройку, по-моему, не входит. Тут Москва на первом месте, потом Краснодар и только потом Подмосковье. В Подмосковье просто нет новостройок. А, Алекс, согласитесь, что Подмосковье строят недостаточное из-за этого ситуация вот на рынке такая, как и видит Игнат? Это действительно так. Раньше Подмосковье строило больше, но опять же, как бы, объекты есть, стройки есть, да, и можно искать, можно смотреть. Так, тогда просьба резюмировать. В конце программы мы обычно даем некий набор рецептов для наших зрителей. Ну, я бы сказал, что сейчас, конечно же, ситуация очень неопределенная в целом и в экономике, и в геополитике. Поэтому могут быть совершенно, как бы, любые движения непредсказуемые. Вот, в этой ситуации нельзя на чем-то настаивать однозначно. Я думаю, что основной, как бы, тезис инвестирования и вообще вложения денег и спасения в нынешних условиях – это диверсификация. Поэтому, как бы, я не являюсь сторонником утверждать, что все в недвижимость, и я не являюсь сторонником концепции, что недвижимость – это плохо, да. Недвижимость – это хорошо, но в меру, разумно. И, как бы, при наличии каких-то свободных средств, конечно же, осматривать недвижимость можно и нужно. Но при этом нельзя верить, что недвижимость – это панацея. Потому что мы можем схлопотать и падение цен, мы можем схлопотать и недострой, как бы, особенно если это новостройки на ранних стадиях строительства, то есть незавершенные стройки, которые на много лет могут стать долгостроем. То есть рисков недвижимости на сегодняшний момент тоже хватает. Поэтому надо спокойно и рассудительно относиться к выбору. Игнат, вот твое видение. Что сейчас стоит брать, на что нужно ориентироваться? У нас минута. Чем объект находится в более центральной локации, приближенной к объектам инфраструктуры, тем, конечно, он более востребованный. И даже если случится какое-то падение, такой объект будет первым, который выйдет, пойдет в рост. В этом плане Москва, конечно, выигрывает. У нее больше, она более защищена от тех рисков, которые перечислил Олег, особенно в виде незавершенного строительства. Какой из сегмент? Вот Олег говорит о том, что массовый сегмент наиболее привлекательный, наиболее стабилен. Ну, я верю все-таки в Москву, либо в какие-то лакшери, премиальные такие локации в Подмосковье, которые относятся к бизнес-классу, допустим. Там востребовано, может быть, недостаток именно такой недвижимости, какие-то точечные застройки в очень хорошем месте, в окружении леса, рядом с железной дорогой. Хотелось бы так жить, Игнат. Пожелаем всем нашим зрителям приобрести такую локацию по хорошей цене. Твое слово. Что бы ни случилось, я считаю, как говорится в том фильме, граждане храните деньги в квадратных метрах. С нами были Игнат Бушухин и Олег Репченко, руководитель аналитического центра индикаторы рынка недвижимости rn.ru. Это была «Частная собственность». Смотрите нас на YouTube-канале РБК Инвестиции, подписывайтесь, комментируйте. Хотим знать, что вас интересует. Олег, спасибо.